В республике идет отбор желающих поучаствовать в проекте «Лидеры Башкортостана», который поможет найти новых ярких, современных и талантливых управленцев. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте leaders.bashkortostan.ru. Заявки на этап «Управленческая команда 2020-2025» принимаются до 11 июля, на «Молодые лидеры Башкортостана» до 17 августа. Все вопросы можно задать по телефону горячей линии конкурса 8 800 347 0011. В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» к скоростному интернету в Башкортостане будет подключено более 2700 социально значимых объектов. В перечень включены школы и учреждения среднего профессионального образования фельдшерско-акушерские пункты, отделения полиции, Росгвардии, пожарных частей, военкоматы, избирательные комиссии, органы государственной власти и местного самоуправления. 53-е международные детские игры пройдут в Уфе с 9 по 14 июля 2019 года при поддержке Международного олимпийского комитета. В соревнованиях примут участие более 1500 спортсменов. На игры приедут команды из городов Австралии, Канады, США, КНР, Мексики, Нидерландов и другие. Уфа – единственный город России, в котором проводились международные детские игры и станет первым городом в истории игр, принявшим как зимние, так и летние игры. Нашумевшая история с кассиршей Исалавата, которая вынесла из банка более 20 миллионов рублей, уже вдохновляет жителей на музыкальное творчество. Уфимский музыкант посвятил ей свою песню «Разочарование». Видео с живым исполнением мужчина опубликовал в сети. По словам автора, композиция написана в стиле акустический панк. Напомним, женщину нашли вместе с семьей на съемной квартире в Казани. На данный момент она находится в Уфимском СИЗО. Молодая девушка решила спасти своего питомца, который сбежал из дома и забрался на дерево. Она решила самостоятельно спустить усатого вниз. Но чем ближе она приближалась к нему, тем выше он забирался. В какой-то момент девушка поняла, что не может спуститься вниз и позвонила в экстренную службу. Прибывшие на место спасатели при помощи лестницы и альпинистского снаряжения эвакуировали девушку, а после сняли с дерева кота и передали в руки заботливой хозяйке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова